Этот строящийся дом собрал в себе одновременно три вида фундамента. В данном случае, на данном объекте используются три типа фундаментов. Первый представим плитный фундамент под навес гаража. Вторая составляющая – это ростверк на своих под основной дом. И часть основного дома расположена на цокольном этаже, который является единым с ростверком. В первую очередь в этом комплексе был выполнен свайно-ростверковый фундамент. В данном случае ростверк на сваях выполнен следующим образом. Бурильная машина выполняет отверстия. Вот на этом ростверке 52 сваи. Глубиною 3,5 метра. За один день бурятся все сваи, и в них вставляются подготовленные арматурные каркасы. На следующий день приходят миксера с бетоном, и сваи заболеваются заподлицо с уровнем грунта. После этого выполняются каркасы уже ростверка, ставится опалубка и заливается ростверк, перевязанный со сваями. Сразу выполняются инженерные коммуникации. Поскольку плита монолитная, и потом их закладку произвести невозможно, мы сразу выполнили закладку канализации, которая обязательно требует уклона. И она сразу выведена за периметр фундамента. Впоследствии, когда выполняется цокольный этаж, арматурный каркас цокольного этажа перевязывается с арматурным каркасом ростверка в четырех местах, где ленты ростверка соединяются с цокольным этажом. Оба на глубину промерзания, и, соответственно, получаем единую монолитную конструкцию, которая сверху уже единой заливается плитой перекрытия. В данном случае мы видим, как сделаны выпуски арматуры из ростверка, которые сейчас будут связываться с арматурой стен цокольного этажа, что даст полную единую монолитную конструкцию, на которой уже будет залита плита. Да, которая не будет гулять между собой. Да, потому что и это выполнено на глубину промерзания, и, соответственно, цокольный этаж выполнен на глубину промерзания. Соответственно, после выполнения ростверка на сваях был выполнен котлован, были сделаны песчаная подготовка, подбетонка и залита монолитная плита цокольного этажа. Сейчас следующий этап у нас подготавливается, это стены цокольного этажа. После этого будет единая монолитная плита над ростверком на сваях и цокольным этажем. Сразу выполняя сваи для ростверка, выполнялись сваи и для навеса под гараж. Они выполнены точно так же на глубину промерзания, потому что навес будет связан с основным домом. Но при этом он не должен быть связан с этой плитой. Абсолютно точно, потому что плита выполнена под грунту без утепления, и она будет подвижна. Поэтому данной опалубкой отделена свая от плиты под навес. Чтобы, соответственно, стропильная система, которая будет связывать навес и дом, чтобы она не гуляла, чтобы это было как единой монолитной конструкцией. Абсолютно точно. При этом на плите сразу сделаны выпуски под стенки, которые будут держать грунт, который в данном случае выше данной плиты. Благодаря вот этим трем решениям мы получили следующее. Получили цокольный этаж, в котором размещены технические все системы. Раз. Второе. Мы получили недорогой фундамент под основной деревянный дом. Два. И третье, что мы получили плиту под навес гаража, которая, опять же, с экономической точки зрения недорога, но полностью выполняет те функции, которыми на нее возложены. Люди, как правило, боятся связывать разные виды фундамента. Чего надо обязательно избегать и что надо учитывать, и есть ли такая необходимость? Самым основным вопросом является в нашей полосе это промерзание грунта. И в данном случае, если есть какие-то единые конструкции, которые сверху, они должны быть выполнены и на едином с точки зрения промерзания фундаменте. Что и сделано в данном случае. Дом стоит на фундаменте, на двух разных фундаментах, которые выполнены на глубину промерзания. И, соответственно, вести себя будут одинаково, что и позволяет их между собой совместить. Если хочется сделать надежно, но при этом не переплачивать, не стоит бояться неординарных решений. Главное – профессиональный инженерный расчет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...